Привет, меня зовут Сымар, я на озере Инле, пытаюсь удержать равновесие на лодке, на которой мы сейчас едем на озеро Инле. Но сначала пара слов о дороге к озеру и о территории, на которой само озеро находится. Дорога идет через горы, местами очень красивые, очень крутые серпантины, я советую по ней ехать днем. Можно увидеть много интересного, ну и стрёмного, конечно же. А само озеро находится на территории штата Шен, который до 12-го года ввел партизанскую войну с центральной властью Мьянмы. И сейчас видно, что это один из самых лучших штатов в стране, живут Шены очень неплохо. Но перейдем к озеру. Озеро Инле Это крупнейшее озеро в Мьянме, и интересно оно парой моментов. Во-первых, это плавучие огороды. Место населения ухитрилось организовать выращивание помидоров прямо на воде. Они собирают водоросли, сверху на водоросли кладется грунт, и на этом грунте уже высаживаются помидорчики. И все это держится бамбуквыми палками, чтобы не уплыло никуда. Место населения ухитрилось. Во-вторых, местные рыбаки не только офигенно балансируют на своих каноэ, но и грибут ногой. Чтобы руки были свободными, чтобы было удобнее, они просто держат весло ногой и грибут. На южном краю озера есть целая Мьянмарская Венеция. Довольно большое поселение на воде, часть которого занимают различные фабрики, мастерские. Вот, например, здесь делают ткань из лотоса. Это два месяца, по один день. Три месяца, два месяца. Три месяца, два месяца, по один день. По один день, они должны получить около 20 метров. По один день. У нас есть прайба. Да, ткань делается вручную, никаких тебе автоматов, никаких собранных станков, и я думаю, что этим устройствам лет больше, чем тем, кто за ними работает. Часть экскурсии по МВ, это экскурсии по разным воркшопам. Здесь делают что-то, сейчас ребро, до этого были сигареты, до этого были ткани, и рядом продают. Это, конечно, небольшой шоппинг, но как-либо не это делают. Как-либо здесь полчатый, блин, 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 блин. Ещё на Эмле есть один совершенно типичный мьянмарский храм, и один немножко нетипичный мьянмарский храм. Этот храм называется Храм Прыгающих Котиков, правда, котиков здесь нет и слабо совсем, но зато он похож на действительно древний храм и на несколько очень красивых. Ещё одна фишка Эмле, это рыбаки, которые очень красиво позируют. Да, они именно позируют, стоит остановиться где-нибудь на озере, как они подплывают, начинают принимать разные красивые позы с сетью, потом подплывают, и им можно вкинуть немножечко денег. То, чего мы давно не делали, мы идём, мы прям пешком идём, и прям далеко. Три километра, три с половиной километра до винодельни, потому что идём мы не просто так, а за винишком. Я надеюсь, мы успеем на винодельни, и это всё будет не зря, иначе будет кто-то обидно. Мы дошли, это оказалось проще, чем я думал, и винишка того стоила, очень хорошая. По идее, у меня всё, а сейчас я уже в Японии, и автобусы здесь пришли, и чипа тут пройти. Ах да, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а я поеду куда-то.